всем привет мне подписчик прислал бельгийского пива на дегустацию но я обещал попробовать его чем собственно сейчас и займемся еще взял вот такой вот крафтово украинская мова брювен называется candy пэл эль стаут 5 и цитра я уже пробовал но года четыре назад потому что он мало где продается собственно сейчас все расскажу когда буду пробовать начинаем с бельгийского это пока отправляется в холодильник как сказал подписчик ему подарили ящик но он такой не пьет часть раздарил и тут нашел еще три бутылочки если хочешь отправлю продегустируешь ну собственно не пьет потому что смотрите какая крепость 84 я же рассказывал что бельгийская тоже особо не пью потому что ну для меня лучше выпить их вот маленьких или ноль пяшек 545 за вечер чем две вот такие крепкие пойти спать но сейчас проверим или она спиртозно или не спиртозная пить его нужно как видите здесь написано при пяти шести градусах взял периметр это называется сколько тут уже восемь нормально пробочка вот такая есть у меня в коллекции и в обмене ну это тоже пойдет в обменник здесь под прогулли посмотрел на ю тубе его даже нужно пить из специального бокала вот видите он нарисован но если бы я был поклонником постоянного пил то без проблем бы купил но из-за одной дегустации бокал же наверно 100 гривен 300 стоит взял вот такой для него тубарк представим что-то бельгийский трофейный бокальчик его я не часто использую потому что мне кажется быстрее разобьется чем этот этот и толще толще и не так что таят даже если упадет то вы поняли короче этот у этого больше шансов разбиться чувствую стекло очень тоненько когда бутылка прислонилась ну и плюс когда пьют с этого колба это когда да да это вот промежутка доходит пиво то характерный такой квак происходит звук ну собственно наверное поэтому и названо но как уходит легенда когда приезжали извозчики таксисты тех времен которые возили кареты то у них такая вот приспособа была где-то там возле их него места они туда вставляли эту колбу ну и на ходу можно было пить не разливалось пиво оно было зафиксировано так вот такой вот цвет мутноватый темненький понюхаем в запахе какие-то фрукты есть сладость ну и так спиртом особо не отдает пробуем на вкус чувствуется крепость сладость такая фруктовая можно сказать неплохое неплохое но 8,4 чувствуется наверно после первого бокальчика меня нагребет но я собственно поэтому говорил что бельгийском отношусь осторожно потому что два бокала и можно пойти спать но на любителя мне еще прислали прислал подписчик рыбу но я думаю сейчас ценитель меня захейтит если я буду под это пиво а хоть рыбу таранку поэтому взял такой сырок с плесенью ну да все было и переходим к крафту это пиво неплохое как уже я сказал но на любителя скажу как меня накрыло после того как допью знаете мне понравилось если честно и не нагребло особо но кстати нужно понимать что бельгия это совсем другая культура совсем другой климат совсем другая страна я посмотрел у них в августе средняя температура вернее максимальная это в 20 градусов 22 то есть сейчас сентябрь у меня квартире плюс 18 соответственно пиво такое посидеть на террасе летней плюс 20 даже не как в украине плюс 35 или плюс 30 на жаре особо не разгребет тебя а наоборот в такой температуре если вечером плюс 15 то больше согреет я говорю совсем другая культура традиции и климат так что мне очень даже понравилось ну и как вы заметили второй бокальчик пошел бутылочка вторая будьма ну и конечно пиво такое посидеть курил на летней террасе маленькими глоточками посербать за полчасика 45 минут но у меня так не получается я еще к этому не пришел возможно с возрастом стану ценителем и бельгии я раньше и темно не признавал когда был малолетка пил только лагерки легенькие всему свое время ну как вы поняли пиво мне понравилось третью бутылочку не буду рисковать пить угощу жену потому что она любит говорить выпила я такого еще не пробовала угощу ее ну и плюс она коварная то есть спиртозность вообще не чувствуется приятный такой фруктовый сладенький аромат ну вот по сравнению там львовская портер пил его пьешь и давишься потому что реально чувствуется спирт а здесь все приятно ароматно но коварная то есть она может не почувствует но нагребает нагребает возможно этим воспользуюсь потом если вы понимаете о чем я так мова мова брюинг мова переводится как язык то есть не язык который вы развалите во рту который вернее но уже нагребочу да то есть русский язык украинская мова а язык у нас это язык который во рту понятно объяснил или нет пробочка вот такая вот кстати некоторые добавляют его в коллекцию вот так ну блин не знаю но это же видно что-то колосок соответственно нужно блять вот так да и здесь как бы нарисовано вот ну не у всех же есть доступ купить пиво кто-то обменивает или покупает я его уже покупал ради пробочки 2018 году кстати ради интереса посмотрел тогда тогда она стоила 35 ривен я купил пару бутылочек даже снимал какое-то видео распаковки но все было коряво я еще только начинал снимать поэтому удалил то видео первое цитра и по ну сейчас она кстати стоит тоже под начал продаваться в магазинах море пиво или хоп хэй чему несказанно рад не нужно заказывать по почте платить еще плюс 60 70 гривен за доставка пошел в магазин шаговой доступности купил и смакуешь будьма о запахе такой фруктов фруктовый цитринка хмелевая приятный запах даже может быть какой-то коноплей пахнет реально а во вкусе очень охмеленное но кстати но и по то с ней не так чтобы просто вружки яблочки ли цитринка лимончик апельсинчики охмелено да охмеленное так написано хоппи биттер это на травах джуси фрукт джуси ну джуси фрукты так что тут по алкоголю у нас кстати пивоварня что ну 2018 заказывал поначалу они были вроде контрактные но сейчас построили все пишут запорожье а если не про то есть они уже построили полноценный завод и начали варить полноценное пиво не 48 ну я ожидал что такого более слаще не такого хмеленного но есть еще два будем пробовать тоже неплохое но не вау не вау ожидал более чего-то такого цитрынистого а не хмелевого ну в общем пиво неплохое нормально ну просто на первом месте была цитра а не епа соответственно я рассчитывал что будет больше цитрусовости чем хмеля ну так на подсознании работает когда вы покупаете там мороженое или торт шоколадно-банановый то вы рассчитываете что будет больше шоколада чем банана бананово-шоколадный соответственно больше банана чем шоколада но я думаю это так работает так следующее это кэнди белл эль кэнди это конфетки наверное что-то будет такое карамельная сладенькая я люблю такое сладкоежка толстый толстый сладкоежка так что по цвету у нас цвет перспективный запах запаха нету вообще нету ну конфетами точно не пахнет пробуем слабо распробовал то есть нету такой ярко выраженной карамельности сладости конфетности пл-л такой не сильно сладенький неплохой но рассчитывал тоже что такое более слаще по цене я уже говорил 35 ривен все три примерно 35 36 34 это примерно доллар 30 центов неплохо но опять же говорю что это кэнди плюс нарисована видите конфетка что-то ожидал большего ну тоже не вау кстати ну у меня же вкусовые рецепторы наружу перебиты вот если взять так вот сырка освежить их рецепторы и сервнуть пивка то сладость конфетность чувствуется поэтому ну конечно не прям так насыщенно ну побольше чем первый раз просто уже попалил все рецепторы предыдущими пивами неплохо в общем ну и нужно понимать что я никакой не пивной сомелье эксперт ставут пять надеюсь не спутник в знаменитая русская вакцина так что написано тут ванила тейсти вкусный софт мягкий мягкий ванильный вкусный стаут но за свои деньги пиво просто отличное они же ориентируются на среднего покупателя а не для извращенцев таких как я варят кто хочет изыски не за 36 гривен покупает а за 90 там всякие карамельные стауты которые льются как сгущенка а за 36 гривен доллар 30 центов считаю что очень даже неплохо ну цвет для стаута нормальный пенка желтоватая запах 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 такой какой-то карамельный вкусненький вкус о приятно приятно конфетность как это чувствуется да неплохо неплохо в общем море пива хоккей продается уже хотите попробуйте не слушайте меня возможно я говорю укажу свой вкус и найдете для себя плюс там еще есть лагер пилснер но я уже не брал может дальше возьму следующий раз потому что люблю больше эксперименты такие вкусовые поддержим лайком буду дальше сербать мне еще осталось прошлого раза покажу сейчас что мой любимый швид туриз балтижос темный сложно его описать но очень вкусное пиво красный янтарный цветной короче пользуйтесь шоколадный пиво просто unbelievable это останется не бутылочка в общем поддержите лайком кому нравится подобный формат буду еще что-то снимать дегустировать всем спасибо всем пока пробочки как вы поняли есть в наличии для обмена все в телеграме всем спасибо всем пока